Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Сергей Балакирев, и мы продолжаем серию занятий по функциям языка Python. Сегодня узнаем, как функциям можно передавать произвольное число аргументов. Например, известная функция max позволяет принимать на вход произвольное количество аргументов. Ну, например, вот такие вот. Если мы ее выполним, ну и, соответственно, выведем значение m в консоль, то как раз эта функция возвратит максимальное среди вот этих вот чисел. И мы видим здесь значение 4. Так как можно определять самим функции с произвольным числом параметров? И, соответственно, им можно передавать произвольное число аргументов. Делается это очень просто. Предположим, что мы бы хотели определить функцию для формирования маршрута к файлу. И этот маршрут будет состоять из нескольких частей. То есть мы на вход функции будем передавать несколько строк, а на выходе хотели бы, чтобы она формировала вот такой вот общий маршрут. Давайте это сделаем. Для этого здесь в программе мы определим функцию, пусть она называется вот так вот, osPath, и будет принимать произвольное число параметров. Для этого я пишу следующее. Ставлю звездочку и далее имя параметра. Ну, допустим, вот так вот, args. И смотрите, что в итоге у нас получится. Я вот здесь вот просто с помощью функции print выведу вот этот вот параметр args. Мы просто посмотрим, что он из себя будет представлять. А вот здесь вот ниже мы вызовем эту функцию osPath и передадим ей несколько аргументов. В нашем случае мы подразумеваем, что это будут вот такие вот строки. Значит, вот здесь вот первая строка передается. Затем вторая строка и третья строка. Значит, запустим мы эту программу. Смотрите, что у нас получается. При распечатке вот этой вот коллекции args мы видим вот здесь вот кортеж из значений аргументов. Здорово, да? То есть, чтобы функция принимала произвольное число аргументов, в ее объявление достаточно прописать вот такой вот параметр. То есть, поставить звездочку и дальше прописать имя переменной, который будет ссылаться на вот такую вот коллекцию. То есть, коллекцию из значений аргументов. Вот эта вот звездочка в Python, когда мы у функции ее пишем, это оператор упаковки аргументов. Давайте теперь довершим нашу функцию и сделаем так, чтобы она формировала полный маршрут. Для этого я воспользуюсь знакомым нам уже методом join. И здесь укажу вот эту вот коллекцию args. Далее вернем то, что у нас получится. То есть, вот этот вот маршрут, паз. Ну и, соответственно, вот здесь вот при вызове функции мы сохраним сформированный маршрут в переменной p. Выведем эту переменную в консоль, на экран, и запустим нашу программу. Смотрите, мы сформировали с помощью нашей функции вот такой вот маршрут. То есть, все вот эти вот три фрагмента были объединены, и, соответственно, функция сформировала полноценный маршрут к нашему файлу. То есть, мы с вами с помощью вот такого вот синтаксиса, звездочка и имя параметра, определили функцию, которая может принимать произвольное число аргументов. 2, 3, 4, 5 и так далее. И можем, кстати, вызвать эту функцию вообще без аргументов. Так тоже можно. Ну, тогда у нас просто маршрут будет представлять собой пустую строку. А что если при вызове этой функции мы хотим дополнительно еще указать именованный аргумент? То есть, вот здесь вот через запятую мы запишем вот такой вот аргумент с именем sep, ну и разделитель у него будет вот такой вот обратный слэш. При запуске этой программы мы увидим ошибку. Ошибка, что вот этот вот параметр sep у нас здесь никак не определен. То есть, у нас определены фактические параметры, то есть, звездочка args представляет собой список фактических параметров функции, а вот формальных параметров, то есть, параметров со значением по умолчанию у нас здесь нет. Конечно, мы можем выйти из этой положения очень просто. Прописать один формальный параметр с именем sep и, допустим, вот таким вот начальным значением. А здесь, соответственно, мы будем его использовать. То есть, разделитель у нас будет sep и объединяем все строки вот с этим вот разделителем. Если сейчас запустить программу, то у нас все сработает. И мы как раз видим вот этот вот разделитель, обратный слэш, который вот здесь вот с вами прописали, указали дополнительно с помощью именованного аргумента. Но если мы захотим здесь, в этой функции, записать еще один какой-нибудь именованный аргумент, например, с именем trim и значением true, то у нас снова вовсе не та же самая ошибка. Так как можно сделать так, чтобы мы могли передавать функции произвольное число именованных аргументов? То есть, произвольное число обычных позиционных аргументов мы знаем, как передавать. Это вот такой вот синтаксис, звездочка args. А как передавать произвольное число вот таких вот именованных аргументов? Для этого используется другой немножко синтаксис. Мы должны вот здесь вот прописать уже две звездочки и указать имя перемены, который будет ссылаться на вот такую коллекцию, коллекцию, стоящую из именованных аргументов. Давайте посмотрим, что из себя будет представлять эта коллекция. Я вот здесь вот с помощью print выведу ее, k-works. А вот это вот пока поставлю в комментарии. Запустим нашу программу. И смотрите, наша коллекция k-works представляет собой словарь. То есть, словарь, где ключи являются имена вот этих вот, имена аргументов, а значениями, ну, соответствующие значения у этих именованных аргументов. То есть, мы можем вот так вот по ключам обращаться к определенному имени и, соответственно, использовать здесь вот внутри функции. Например, это можно сделать так. Значит, вместо вот просто sep, да, параметра sep, у нас его и здесь нету, но мы можем к нему обратиться через вот эту вот коллекцию, через словарь k-works и, соответственно, приписать его вот в таком вот виде. Print я вот поставлю в комментарии. Запустим программу. И у нас все работает. Но, правда, если мы будем вот так вот прописывать непосредственно все в программе, то если мы уберем именованный аргумент, а оставим только вот этот тот второй, то у нас будет ошибка, потому что вот в этом словаре у нас вот этот вот параметр sep пропадет. То есть, ключа sep у него не будет. Вот как сделать так, чтобы вот этот тот формальный параметр, но, например, sep у нас сохранялся вне зависимости от того, прописываем мы здесь этот аргумент именованный или не прописываем. Это можно сделать вот так вот. Наряду вот с такими вот коллекциями, то есть это вот обычный кортеж и словарь, мы можем прописывать обычные фактические формальные параметры. Ну, например, мы можем здесь явно указать вот этот вот формальный параметр sep и присвоить ему значение по умолчанию. Тогда функция будет работать вне зависимости от того, передали мы этот параметр sep в качестве аргумента или не передавали. Вот здесь мы уже просто пишем sep, потому что вот мы его здесь определили, запустим нашу программу, и, соответственно, у нас все сработало и использовался вот этот вот разделитель по умолчанию. Если мы теперь здесь sep зададим другим, ну, например, вот с таким вот разделителем, и запустим программу, то у нас, соответственно, вот этот вот разделитель здесь поменялся. То есть вот так вот тоже можно делать. Причем вот эти вот формальные параметры, которые у нас так вот явно прописаны, должны идти перед вот этой вот коллекцией. Потому что если мы пропишем вот эту вот коллекцию здесь вот в начале, то все вот эти вот именованные аргументы, что у нас прописаны, они будут помещены вот в эту коллекцию. А этот параметр у нас вроде остается как бы в подвешенном воздухе. Поэтому здесь вот даже интегрированная среда нам сразу сообщает об ошибке. Ну, давайте все-таки скомпилируем и посмотрим, да, действительно, у нас здесь получается синтаксическая ошибка. Вот такие вот формальные параметры должны идти до соответствующей коллекции. То есть вот в данном случае до вот этого вот словаря. То же самое с фактическими параметрами. Мы тоже можем их дополнительно указывать. Ну, например, вот так вот мы укажем. Здесь один фактический параметр диск, а все остальные мы будем сохранять вот в этой коллекции args. В итоге, при вызове вот этой вот функции, мы обязательно должны передать один параметр, вот этот вот, который здесь прописан фактически. Ну, и в данном случае я подразумеваю, что это будет имя диска. То есть вот давайте вот этот вот f мы запишем отдельно вот таким вот образом. И тогда вот этот вот первый аргумент, который у нас прописан при вызове функции, он как раз будет соответствовать вот этому вот первому параметру. А все остальные позиционные аргументы будут упакованы вот в эту коллекцию. Давайте в этом убедимся. Запустим функцию. Видите, у нас теперь вот этого вот диска здесь и нету. Потому что мы вот в этой коллекции args его не учитываем. Поэтому я вот здесь вот дополнительно сделаю вот так вот преобразование. Значит, мы диск добавим в нашу вот эту вот коллекцию, в кортеж args. Ну и, соответственно, вот здесь вот потом объединяем. Запустим. И вот у нас появляется вот этот вот диск. Причем вот этот вот диск нам следовало бы вот так вот прописать. Без разделителя. Запустим еще раз. И вот у нас получается полноценный путь к файлу. А как вот в этой функции правильно учитывать вот такие вот именованные аргументы, которые сохраняются вот в этой коллекции. Ведь если мы его не пропишем, этот именованный аргумент, он будет отсутствовать вот в этой коллекции кейворкс. А если пропишем, то будет присутствовать. То есть мы можем применять вот этот вот именованный аргумент только в том случае, если мы его здесь явно как-то прописываем. Для этого можно сделать следующее. Сделать проверку. Если вот этот вот ключ trim присутствует в нашем словаре кейворкс. И далее сразу пропишем вторую проверку. Если этот ключ, значение этого ключа trim принимает значение true. То тогда мы будем вот в этих вот маршрутах удалять вот такие вот пробелы, которые могут стоять до и после вот в этих вот строках. Я сделаю это следующим образом. Воспользуюсь генератором списков. Вызову для каждой строки, соответственно, метод strip. Ну и переберу все строки в коллекции аргс. Все, вот таким вот образом мы с вами учли функции параметр trim, которая может как передаваться, как существовать внутри этой функции, так и не существовать. Давайте запустим, посмотрим, как это работает. Да, действительно, все вот эти вот пробелы были удалены до формирования маршрута. А давайте теперь вот уберем вот этот trim или пропишем trim false вот так вот. Запустим программу и вот здесь вот эти вот пробелы снова появились. Или если мы вообще не будем прописывать trim, тогда у нас тоже вот эти вот пробелы здесь будут оставаться. То есть вот так вот мы сделали с вами универсальную функцию, которая может принимать вот этот вот дополнительно именованный аргумент trim и что-то здесь с ним делать. Вот общий принцип, по которому происходит объявление функций с произвольным числом фактических и формальных параметров. Вам осталось закрепить этот материал практическими заданиями и жду всех вас на следующем уроке.